Утро доброе и, как всегда, с холодного кофе. Да, любим мы такое с Викторией. Вика ко мне, даже если бегает где-то в городе, на работу заскакивает. Мам, звонит тебе кофе взять холодный. Да, хотя в течение дня не люблю пить кофе. Так, остался лёд. Лёдзик, лёдзик, лёдзик. Надо аккуратно, потому что я одну только поставила. Там у меня люда много. Снова ягодки. Не ягодки, а фруктики. Готовлю себе этот завтрак. Приучаю кушать перед работой, потому что приучаю себя в общем завтракать, потому что до обеда не должно, ну, тяжело досидеть потом голодной. Вот. И, короче, плохо как-то получается. Я решила пробовать завтракать, а с собой возьму на работу бутерброды и борща зелёного. У нас там микроволновка, кухня. Все условия для того, чтобы, так сказать, обедать. И салатик. А Вика, а ты просто бутерброд будешь, да? И салат. И салат. Посмотри, Назар. Хай моет сам. В общем, подготавливаю обед с собой. Позавтраку. Сейчас он ждет. Он ждет пока остается. Ага, ну да. Кто-то в комментариях спрашивал, что там с Симкиным приучением к унитазу. Смотрите, уже у нас вырезана вот кодырка. Тут уже два выреза получается. Каждую неделю вырезаешь по одному вот этому, покажу, вот этому колечку. Сейчас я вот помыла, уже у нас срок вырезать следующее. Вот так, да, наверное? Ну, первый раз два вырезали. Мы сразу два вырезали. Она уже, в принципе, сюда не запрыгивает. Она уже, то есть, я думаю, может и сейчас два пробовать или нет. По одному, да? Сильно будет много. Чтобы ей еще было где погрестись. То есть, в принципе, получается, мы сейчас вот это вырежем и остается две недели. Вот раз и два. Ну, вот эта неделя, потом вырезается, потом неделя и можно уже кольцо полностью убирать. Да? Вот, вот такое двойное. Но я что хочу сказать? Тут одно вырезается, второе. Если кот более крупный, будет проваливать. Если будет запрыгивать сюда. Да, я к тому, что у кого, ну, такая сима у нас просто миниатюрненькая, то она и то раз, по-моему, провалилась была в чине. Что-то такое было. Но, в принципе, она не проваливается, да. Она уже туда не запрыгивает. Она сразу начала на самом этом, на ободке. Ну, да, она, в принципе, туда, да, особо. Я поняла, что она не устойчивая. И страшно ей уже туда прыгать. Но это, ну, если кот крупный и тяжелый, то надо тогда просто, я не знаю, есть такие поплотнее, чтобы прям пластиковые были. В общем, сейчас будем вырезать. Тут есть пунктирчики, и, в общем, по ним надо резать. В общем, вот так у нас получилось. Все, такая вот большая уже дырочка. И, в принципе, по идее, она, ну, писает еще как-то с краю. А когда уже по большому, то сейчас уже оно, по идее, в унитаз должно быть. Ну, я посмотрю по ракурсу, как она примерно какала, то она на последний ободок. У нее попадалось на последний, на вот этот. Ну, может, еще будет. А уже когда вот это вырежется, то практически будет в унитаз попадать. Вот такая, ну, у нас получается, не знаю. Мне кажется, все-таки вот легко приучить кота, кошку к туалету. Ну, конечно, лучше котенком, если порода, там, допустим, крупного кота, то тогда либо плотное брать кольцо, либо котенком приучать, чтобы он не провалился туда. У нас время расслабления поиграть. Я ем клубничку со сметанкой, Вика, борщик. Борщ вот этот зеленый уходит за два дня, уже почти нет. У нас вообще давно жидкого не было, в принципе, очень вкусно. Он все равно, вот этот зеленый очень хорошо едим мы. Прямо раньше не ели. Просто я не готовила, да. Вот так это конкретный спад. У нас на улице так похолодало. Сейчас глянули с Викой на градусник. Реально холодно. Плюс 18. И ветер холодный. Холодный ветер. Такое впечатление, что где-то град. Но у нас нету дождя, не показывай. Не показывай. Все мои сладости такие. Да у вас такая длина. Моя сладость. Какая, шо? 23 градуса, да. 24-23 градуса. О, надо на работу что-то с длинным одевать, да? Где моя сладость, Димка? Да, прям резко. Такой перепад температуры. Прям похолодало. Ладно, хочу сказать, что мы уже отдыхать. Я хочу отдыхать. Я вообще сегодня, если честно, так хорошо пришла домой кушать жить. Шо это гэпнуло? А, ты на стул так садилась? А? Да я пойду. А мне шо-то то гремит, то бомбит, то не пойму я. Какая-то перепуганная сегодня. У меня не много есть? Нету. А, хорошо. Этот, шо хотел сказать, забыла. Аж мысль потерял. Входя на ночь. Да, я сегодня вообще после работы кушать было наготовлено. Есть чего. Завтра на работу там есть шо взять, да? Угу. И борща, борщ ушел капец. Как-то второй раз подряд не хочется готовить. Хотя, мне кажется, он и второй раз подряд съестся, да? Вот. А я завтра хочу купить щавля и все-таки наморозить. Ну, на рынке купить щавель. Щавель, щавель, щавель. В общем, вы поняли. Хочу, потому что хочу понемножечку заморозку. Прошу мальчишек, чтобы перенесли мне сюда морозильную камеру. Ее надо помыть, потому что на балконе стояла, по-любому там сверху припылилась. И подготовить, подключить уже под заморозку. Потому что я уже немножко клубники положила, немножко черешни положила. Завтра щавель куплю, положу. И у меня так скоро забьется быстро. Поэтому стараюсь позамораживать. В этом году. В прошлом году ничего не морозило. В этом хочу морозить. Поэтому надо перенести сюда на кухню. Вот тут угол, где был у нас холодильник. Переставить в морозильную камеру. Вот, пока я балкон не застеклен, будем это в кухне будет стоять. Вот. Сейчас у нас еще такой ситуации. Срежка машину поставила на ремонт, на сварку, варку. В общем, хочет поварить, обварить ее, привести в порядок. Это займет время, и он будет заниматься машиной полностью. Поэтому в квартире у нас тайм-аут. Остановка работа немножко. Ну, ничего. Сейчас так цены лупанули вверх. Плюс этой войной. Честно говоря, тяжело даже отложить на что-то. На какие-то стройматериалы. Там вот так отложили. А сейчас не можем сообразить, что нам в первую очередь, что сейчас взять. Или что сделать. В общем, пока не можем решить ничего. Я на кондиционер давлю. А потом думаю, блин, да тут кондиционер. Бог с ним. Может лучше что-то, ну, может полыть. Ну, короче. Дилемма. Но все равно сейчас все это притормозится. Потому что куча еще грязной работы, перенос стен, входов, входных дверей на Кназару и на кухню. То есть это будет валяться стена, там закладываться. Короче, еще грязная работа. И с Сережей сейчас будет машиной заниматься. И квартиры мы пока опять останавливаем. Вот поэтому, когда сам делаешь, не строители, не рабочие, все это, конечно, тягивается. Потому что работа параллельна, параллельна много еще каких-то моментов. Вот такие дела. Ладно, все. На этом все. Сегодня говорю всем пока. До завтра. Все будет Украина. Украина, тримаемся. Мы, я считаю, что мы очень сильны духом. Все, на этом все. Всем пока.